Дорогие друзья, дорогие любители и поклонники General Zero Hour и модов на General Zero Hour. С вами канал Бляр ТВ. Совсем недавно вышел ролик по операции Firestorm, всем очень понравилось. Там не так много просмотров, но зато люди очень активно реально пишут, даже заходят на стримы в Бляр. А будет ли продолжение? Да, я хочу вам дать продолжение, но проблема в том, что вот уже два раза пытался записать один против двоих ботов, но вот вылетает ошибка и ничего не сделать. То есть я играю, допустим, минут 20-25 и вылетает ошибка, это какая-то вот прям глобальная проблема. Поэтому я решил записать один на один с Чайной, надеюсь, что ошибки не будет. Я играю за Гла биохимическое оружие против Китая ядерного оружия. На самом деле, блин, Глашник тут очень интересный, я вам сейчас буду показывать. Карта будет колд территории, также напоминаю, что нужно ставить изи-армию, потому что вот эти две не работают, но это не значит, что бот будет изичный. Это просто изи-армия, ну, на этом параметре настроен бот и всё. Что ж, поехали. Гла биохимическое оружие, тут самый Глашник, да, где можно зомбаков делать и так далее. Посмотрим сейчас все эти фичи. Мы поехали. Пробую занять фланги, территорию. Так, сейчас чуть приближу, чтобы вам было поудобнее и всё видно. Возьмём лучки на танк, такие интересные, тарантула танк. Так, суплай раз. Сюда. Мне интересно, куда бот-бот прорываться, где он будет нападать. Лучки, кстати, добавлены, смотрите, на этой карте, в этом моде. Интересный момент. Так, ну ты давай тоже сюда. То есть мы тут сразу поставим норочки. Я хочу даже суплай сюда поставить, озвереть, скажем так. И даже, наверное, начать в три суплая, почему бы и нет. Продадим командный центр, нафиг. Так, по поводу военного завода пока, наверное, я не буду делать военный завод. Вот, просто сейчас буду оборонять эти позиции. Так, и, пожалуй, также пойду захвачу вышку. Ну вот здесь тоже есть вышка, если что, и здесь тоже есть вышка. Если я их захвачу, будет просто прекрасно. Также поставим антитанк. Ну это антитанк, пушка, антипехота. Всё, кроме аэрфилда. Она такая, средняя, то есть не мега какая-то мощная, ну и не мега там какая-то слабая. Там потом с технологиями помощнее пойдут пушечки. Вам будет очень интересно это посмотреть. Так. Норочки нам дают по одному ракетчику, кстати, да. Сюда в домик сядем. Так. Сюда тоже хочу поставить антитанк. Вот так вот. И по центру тоже антитанк. Не знаю, китаец будет ли пользоваться воздухом, это вопрос очень интересный. Так, антитанк. Модернизация завершена, захватываем вышку. Ну а территориально нам очень просто. Всё отдал, конечно, соперник. Но это бот, поэтому неудивительно. Мне больше интересно... А, ну он тут начинает, видите, обороняться. Фоткать территорию. Разведку проводит. Так, на бате 20 тоже дам норку. Чтобы в неё войска засаживать. Ну и выведу первым делом радар, чтобы вы увидели миникарту. Я понимаю, что вам так удобнее наблюдать. За всей картинкой. Также поставим на этих всех проходах антиэйр. Очень хорошее ПВО, причём мне понравилось. То есть тут, видите, нету стингеров. Тут подразделение именно на норочку. Антитанк, антиэйр. Ну так, упрощает вам много. Скажем так. Так, и ещё один антиэйр я хочу поставить вот сюда. То есть прям... А, ну давай сейчас сюда на вышку. Потом вышку починить. Вроде бы как, боту там проходить особо негде. Так, сделаем радар. Потому что я всё перекрыл, всё закрыл. И... Можем поставить аэрофил дополнительно. Посмотреть, что там у нас будет интересного. Так. Суплай дам сюда. И... Ну пока, пожалуй, всё. Больше давать ничего не буду. Да, бот там на своей базе. Спокойненько развивается. Но наша задача показать здесь, что как, куда, и где, и когда. Технологическое здание, кстати, секретная лаборатория. На всякий случай здесь норочку поставлю. А, воздухом начинает играть. Вот не зря я антиэйра поставил, да? Бот начинает воздухом играть. Тут пехота у него поперла. Но у меня тут есть норка. Ну и вот она, противотанковая пушка. Она тоже начинает отрабатывать. Мимо, правда. А, достает? Достает, достает. Хорошо, сосал их. Так, починить вышку надо. Я думаю, что мы можем так же... А, ну дворец без лаборатории пока не поставим. Давайте зайдём в филд. Ого, там сколько техники. Сделаем Ми-29. Нам доступно сейчас. Ну, слушай, тут прям массивненько пошёл ботик. И драконы у него вперёд полезли. И всё, что можно. Слушайте, прям ух. И там, и сям, по всем фронтам. И гачат родной. Давай я сделаю на скорпу апгрейды. Вот, кстати, здесь... Вот эти юниты. Квады, скажем так. Они очень крутые. Они бьют ракетами. И по технике ещё хорошо дамажит. Не только по воздуху. Так, и сразу давайте дворец поставим. Окей. Ну что, бот? Будут ещё у тебя попытки? А я ещё добавлю. Противотанковую сюда. Так, развиваемся потихонечку. Ага, вот сюда я рабочих не дал. Ну и ещё противотанковую сюда дам. Тоже. Прям так конкретно хочу застроиться. Появились Миги. Глашны. Давай на... Все фронты дадим туда-сюда. Есть грейды. К сожалению, не русифицирован этот мод. Ну вот, 25 армору на броню. И я так понимаю, что... Больше боезапаса также снаряжения. Тоже все эти апгрейты на филдилами. Здесь у нас появляется с постройкой техцентра артиллерия. Сэнд-шторм лаунчер. Такая неплохая артиллерия. Очень Катюша напоминает. Очень неплохая. А давай я захвачу эту вышку сам. Зачем? Тут бот будет мучиться, если я могу починить. И, соответственно, захватить. Совершенно верно. Так. Вот у нас танки, которые мы брали изначально. Давайте я еще поставлю военный завод. Чтобы больше спама делать. Так, а ты сюда. Два, конечно... Один в два, конечно, интереснее намного. Вот, у нас с постройкой дворца появляются новые такие пушки оборонительные. Ну, прям жесткие. Они токсинами садят. Ну, прям очень дико. Сейчас я их везде поставлю, покажу. Так. Ага. У нас еще есть одно непостроенное здание. Это вот... Какой-то плен. Что-то делает. А, ну, еще есть супероружие. Также по грейдам. Здесь грейды похожи из рынка. Идем на рабочем тапочке. Усилим боевую мощь ракет. Ну, и... Есть дополнительные грейды, конечно. Которые незнакомы. Во, как она лупит. Просто поливает это хрень. Посмотрите. Она токсинами просто ополаскивает. Душ принимает китайца. Круто. Работает филд. Неплохо работает филд. Просто ополаскивает пушка. Так. И давай построим Старшторм. Вот наша Катюша артиллерия. Вот это, кстати, Serpent AA. Очень крутая ПВОшечка. Ее нужно раскладывать. Ну и танчик вот этот сейчас закажу. Посмотрим. Повышение тут дофигища просто. Как вот. Тут если разбираться прям, ну, очень долго. Скажем, повышение. Не хочу прям сильно затягивать. Потому что, ну... Игра выдаст ошибку и будет, блин, попа полная. А тут... А, нифига себе. Посмотрите. Это... Типа как вторичка идет. То есть у нас есть черный рынок и такая фигня. Дает по 80 баксов. Ничего себе. Дополнительная экономика гла. Очень интересный момент. Так, давайте я еще аэрофилд поставлю. Так, опять там китайцы нас сфотографируют. Мы очень фотоэгеничны. Вот они вышли, эти юниты. Допустим, ПВО мы можем разложить здесь. А вот наш двухствольный танк. Такой на... Оверлорд даже чем-то похож. Еще и с ракетой. Ну, давай попробуем вот справа сейчас повоевать немножко. Бьет у нас артиллерия. Прикольно. Выбить вполне. Ага, и бот тоже спланировал в этот момент атаку. Боже мой. Ну, у нас тут прям... Побольше танчиков сделаем. Ну, это жесткая штука она прям дает. А, и убили мой анти-рейд. Ну, ладно. Черт с тобой. Так, там ядерка уже и у бота есть, кстати. Вот он танк этот лупит. Ну, кстати... Ничего он так хорошо лупит. Прям очень даже. А, ну там да. Бот воздух играет. Окей. Ну, давай кэш-баунти возьмем. Так. Окей. Флуат у меня огромен. И я могу дать еще черные рынки дополнительно, наверное. Чтоб флуат никогда не заканчивался. Ну, один на один тут действительно легко, да. Просто я... Вот вылетела эта ошибка, и... Ну, не очень хочется тратить много времени. И больше хочется вам показать самого генерала. На кеймплей тут загла. Что и как. Понятно, что одного вынесет тут, ну, более-менее легко. Артиллерия, кстати. А там он с двумя, с тремя может пошпилиться, но... Опять же, никто не гарантирует, что не вылетит. Бах. Ну, ракета прям жестко дает. Он... Два ствола эти не так мощно бьют, но вот ракета дает круто просто. Давай, Сегрид сделаем. Так, так. Сейчас, кстати, попробую пехотинца. Ого. Во! Мутантов можно спамить. Еее. Нифига. Тут давай еще барак дам. Мне даже интересно стало. Мутанты. А я же вроде пехоту могу превращать. Обычных хребелей. Сейчас посмотрим. На этот момент. Сейчас мы казармы повоюем. Во! Мутант пошел. Такое тело просто. Ну, жесткий, да? Пипец, он тут пулеметит. Так. Джарман Кэл такой токсик. Это... Стингер типа как. Ну, я не теряю. Вот эти мутанты повоевать. Я думаю, что не против воздуха. Фонарят и будут работать. Ну, идите, поработайте. Интересный, пацаны. Очень интересный. Наши Джарман Кэл замечен противником. Так. Полетели мутанты в бой. А-а-а. Ну, слушай, такие бронированные. На самом деле, это их не так просто убить. Они очень... То есть, если я сейчас создам большую кучу этих мутантов... А, это не отравлять могут? Нифига себе. Джарман еще саботер. Так, так я обычный хребелей могу мутантов каких-то превратить. Мне такой вопрос. Я, короче, хочу сейчас кучу мутантов на спамить и... И провести ими какую-нибудь такую интересную атаку. Прям кучу просто мутантов. На спамить миллионы мутантов. Так. А, мы тут не дали постой, да? Ну, я понял. Хорошо. Так. И здесь еще можем барать. Кто? А. Все, нормально. А, что-то мне показалось, что у ботов я детка была. Нет? Нет. Сейчас сделаем прям кучу мутантов. А-а-а. Где мне тут просто ребель? Я делал просто ребели вроде как. Стоп. Мне просто интересно, там у ребеля есть какая-то функция. Что с ними что-то можно делать. Опа. А, вот он натурин становится зомбаков. Блин, а-а-а, такой. Блин. Блин, давайте зомба нашествие сделаем. Блин, весело, так. Так. Куча зомбаков сейчас просто... А-а-а, пойдусь ломать. Блин, только не бей. Так. Что у нас тут еще по воздуху интересного есть? Что-то вообще все закрыто. А, я вот тут лычку не взял, чтобы мне вот эти все открывались, да? Повышение надо. А-а-а-а, они в танкике. А, это че? Эй, он пропал. А-а-а-а, он просто взрывается, я понял. Ну-ка. Пойдем в атаку, ну. Или весело мутантами повоевать так. Так. Должны валить пушку. Во. Пока только вертолетчики, до сюда вертолетик поделаю. Просто сносит, вы смотрите, мутанты такие лютые. Боже, что делают мутанты ядерка от бота? Но по воздуху они не лупят. Да. Боже, какие они дикие, а. Какие мутанты дикие. А-а-а, или прохватить что-нибудь бомбардировка продолжает. Так, еще я взял по машине на... А почему я недоступна? А, фул, я тупой. Вот здесь доступна. Так, так. Посмотрим. Дирижабли бы? Для дирижабли вот нужно тоже брать. Так, повышение. Ну, слушай, ну, вот здесь прям это. Ай, там мутантов мы всех положили, да. Так, зомбаками, пацаны. Вкальните в себя там шприц, чего там вкалываете. Слушай, у нас защищается, так вполне нормально будет. Так, на изиу прям не пробить. Ну, мы сейчас дадим ядеркой. Туда примерно. Глашная ядерка еще вмочит. Образделение потери. Бах. Ну, красиво. Красиво ударило. Такой вот шар зеленый. Вау. Вспышка такая. Так. Пойдем мутантами в бой. Фу-зо будет защищать. Так, что я не получил ранга? Нет. Здесь у нас появляются самолеты. Блин. Не все через защиту работают. Ну, один из них распылитель. Вот этот, я так понимаю, он таксин, типа, распыляет. Надо попробовать. Бах. Ого, он лупит бомбочки. Смотрите, вот этот. Это, да, таксин. Вот этот бомбочки прям, ну, заряжает. Такие нифиговые. Это вот этот бомбер. Фига, он дает, слушай. О, и дирижабль сейчас. Так. Сумички всякие берем. Эм, надо, кстати, КЦ построить. У меня куча вертолечек скопилось. Блин, вот этот бомбер, он лютый. Просто лютый. Давай дирижабль сделаем. Неинтересно, как они будут лупить эти дирижабли. Ну, бомбер, ну, реально, машина бомбер. Еще по электростанции просто, бах. Бах, почти снес ее, да ну. Но он очень жестко лупит этот бомбер. Ой. А, я всех рабочих пусть. Ага, сыры. А ну, все равно тут добывать нельзя, что. Ладно, я иду. Давай все сюда добывать. Развлекаются тут, мои пацаны. Вы, кстати, ребят, в комментарии пишите в следующем ролике, кого вы хотите видеть из фракции, посмотреть. На этом моде. Во! Нифига себе, ну красиво смотрятся. Так, они могут чистить токсинами и... Пойдем, короче, попробуем. Это грейды, я так понял. Ай, ой! Ай, чё? А, это типа что-то забр... Ну-ка, запроси дальше. То есть один распыляет функцию, а другая на месте. Ой. Блин, прикольно. Слушай, вот эти дирижаблики. У меня на них больше места не рано. Они как бы филдовский слог требуют. Вертолетчики зато есть. Эээ! Тут мягко цинь, ты не построил, понятно. Я понимаю, ладно, понимаю. Куда? Куда убежали? Алло. Да блин, сголбали. Давай сюда. Ушочки поближе. Аааа, нет! Дирижабли. Ну что, он бьет пулеметами дирижабли, но он жирный, пипец. А он причем реально жирный прям. То есть он лупит там поломного. Он очень жирный, он бьет пулеметами. Так. И куда он будет бить? О, поливают химикатами. По дракончику. Что у нас тут еще что-то доступное? Ну, давай. Так, ну, как все достроился. Вот нам тут авиаудары токсиновые доступны. Давай сюда дадим. Что, какая-то бомбочка давай сюда дадим? Посмотрим. Аааа, я дурак. Она, кажется, типа, боевой дух поднимает. Внимание, были замечены ядерная шахта. Ладно. Ну тут что-то сейчас долетит. Вот он, три бравых, ребята. Ну, слушайте, угла нормально, воздух такой вполне здесь. Нааа, просто. И вместе с пропагандой, блин, ушло все это дело. Тут надо боту электричества убить. Вот, энергию убить, чтобы все его ПВОшки отключились. Если вот так нужно. Оно будет здание пылесосить, правда? Мне интересно. А ну-ка. О! Нифига не пылесосит. Блин, прикольно. Ну, не так прям мегамоечный, я бы сказал, но... Будь здоров, пылесосит здесь. Айси, синие токсины. Ба! Ну, блин, как это по эффектам красиво смотрится, конечно. Слушай, она и такими токсинами разъела, офигеть. А, ну-ка. Успейте, нет, так, а так еще какая-то фигня. Ремка. Слушай, они такими токсинами, ну, первыми убили нормально. Блин, они жирные, пипец, их просто... Ну, вот они ели снесли его. Они-то дирижабль просто ели снесли, вы видели? О-о-о-о, они просто бомбы сбрасывают, офигеть. Это жесть. Ну, вот эти дирижабли-то прям жесть классные. Айр-шипы. Скрытая атака. И привет. Вы нас не ждали, а мы пришли. Так, ну-ка. Ну, что, осталось показать вам еще концепцию юса. Но там, конечно, тоже у Китая, у Глао Юси разные подразделения есть. Все, без энергии. Вот эта фигня, зная, не считается, я уверен. Ну, убиваю. Вот даже вышку взял. Да, джи-джи. Ну, а, ребят, возможно, скучно для некоторых получилось. Типа, а, там, мяса нет, не нападают. Но, зато, мне кажется, что я вам показал вот прям, как здесь выглядит Гла, особенно Покс. Но очень интересно. Можно будет потом еще попробовать сделать что-то масштабное. Но, блин, надеяться, что не будет ошибкой. Потому что что-то подбешивает. Вылезает ошибка. Нужно как-то связываться с разработчиками, чтобы они это исправляли. Ну, не знаю. Ладно, ребят, всем спасибо. С вами был Бляр Ти Ви. Оставляйте свои мнения в комментариях. Кого вы хотите дальше видеть, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И не забывайте про группу ВКонтакте и Дискорд канал. А я с вами не прощаюсь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!